Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как сделать выбор по поводу мужчины? У меня есть любимый мужчина, с ним отношения сложнее, встречаемся долго. Я дала ему три месяца, чтобы дать ему выбор жить со мной или нет. Также чувствую, что у него есть ко мне чувство, но он устревает и не показывает. Есть другой мужчина, с которым познакомился на улице. Он сам решил познакомиться, общаемся две недели. Он живет рядом с моим домом, а мой любимый мужчина живет далеко от меня. Этот мужчина мне понравился по внешности и то, что он любит добиваться. Он меня добивает, чтобы я пошла с ним на свидание, но я пока не готова к такому, говорю ему прямо. Этот мужчина очень красиво говорит, но действия от него пока мало. Один раз подарил розу и ждет, когда я сиклашусь на свидание, а тогда, как он говорит, сюда покажет. Вчера гуляла с ним, он захотел меня обнять, я была не против, слежу за его взглядом, он то и делал и хочет меня поцеловать, но я сказал ему нельзя. Вчера я еще признался в любви ко мне. Он мне нравится, но кто-то отталкивает от него. К своему мужчине наоборот, тем не сборщий, он тоже тянется, но не так, как я. Но то, что все мужчины есть, мне этого не хватает со своим. Я даже своему мужчине рассказал о нем, но он сильно прорывновал и сказал, хочешь, иди. Какой выбор для себя сделать. Ну, ситуация здесь довольно-таки интересна, на мой взгляд, потому что, как мне кажется, если вы делаете выбор, ну, вот, вообще, в принципе, если вы делаете выбор, вот, то мне кажется, что ни того, ни другого мужчину, в общем-то, и в общем и целом не любите. То есть вы в данном случае пытаетесь, на мой взгляд, подобрать мужчину, который, ну, вот, максимально, что называется, полностью был в удовлетворении вашего желания, то есть найти идеал. Идеал не бывает. Мириться с какими-то недостатками придется так или иначе всегда. И чтобы мириться с недостатками, да, необходимо некоторая такая, ну, как это сказать, некоторая зрелость, что ли, вот, я имею в виду психологическую зрелость, а вас, вот, судя по тому, что вы описываете, ну, этого, как мне показалось, нет. Не обижайтесь, пожалуйста, на меня. Вот, я это вам говорю не для того, чтобы вас как-то обидеть или задеть, а я это говорю именно для того, чтобы вы, вот, ну, чтобы вы как-то, может быть, намного задумались на эту тему, да, чтобы вы как-то, вот, ну, подумали об этом, чтобы вы как-то, может быть, вот, данный аспект преследовали. Вот, это первое. Второе, то, на что можно, в принципе, ну, обратить ваше внимание, да, это как раз-таки на то, что вы как будто бы боитесь близких отношений, да, то есть, ну, как будто бы, вот, у вас, что первое отношение сложное, что второе отношение, в общем-то, такие, не излёгкие. Это говорит о том, что все время вы себя как-то вот, ну, зажимаете, вот, со временем вы как будто бы пытаетесь быть, что называется, какой-то вот другой, может быть, даже не самой собой. То есть, когда у человека получаются сложные отношения, как правило, тогда, когда он, вот, ну, не чувствует себя, да, когда он не знает вообще, грубо говоря, какой он, вот, не знает он, какой он настоящий, вот. И, соответственно, как бы за счёт выстраивания отношений в таком достаточно деструктивном, компенсационном ключе, вот, получается, вот, собственно, трудности. Вот, поэтому, на мой взгляд, вам нужно, в первую очередь, учиться, именно, что учиться быть собой, учиться, как бы, замечать и выражать свои чувства, расставить приоритеты, поработать с гендерной моделью поведения, чтобы, по возможности, чётко видеть, да, какая вы женщина и что готовы сделать для мужчины, вот, какой мужчина вам, там, соответственно, подходит, да, который, вот, подчёркивает и раскрывает ваши качества и черты, например, да. Вот, совершенно очевидно, да, что если вы, там, такая темпераментная, то, на мой взгляд, мужчина вам нужен поспокойнее, потому что, если у вас будет тоже темпераментная мужчина, то ваши отношения при отсутствии психстрабии будут, ну, такими, как, как качели, вот. То, что ваш любимый мужчина, к которому вы тянетесь, достаточно отстранён, это просто и надеяться с папой. То есть в семье какая-то важная мужская фигура у вас была отстранённая, которая вы тянетесь, вы пытаетесь, как бы, доказать ей, что, вот, ну, что вы значимы, что вы достойны любви и так далее, чтобы вас заметил. С другой стороны, вы наказываете же этого мужчину и своего папу, вот, доказываете тем, что, вот, другому человеку позволяете, как бы, к себе тоже проявлять какое-то внимание с одной стороны и с другой стороны. А, ну, таким образом вы реализуете свои естественные потребности в восхищении, во внимании. Вот. То есть то, что вы говорите, что вы к нему тянетесь, надо бы поисследовать, что это за тяга, что она из себя представляет, и есть ли в ней любовь. Вот. А, ну, опять же, по общему правилу, да, если вы думаете, какого мужчину выбрать, то, скорее всего, ни того, ни другого вы не любите. Вот, потому что любовь – это принятие от человека таким, как он есть. С другой стороны, вы говорите о том, что, как-то, вот, с любимым мужчиной отношения сложные. В общем, сложные. Может быть, с этим мужчиной, даже если он сейчас от вас далеко, имеет смысл вместе обратиться к психологу, да, и поработать, вот, как-то, как-то прояснить отношения. Вот. Не совсем понятно, если вы встречаетесь долго, почему он живет далеко. Вот. То здесь все указывает на страх перед серьезными близкими отношениями. А значит, как бы, проблематику ваших личных границ. Если у человека есть трудности с личными границами, то, вот, лучше, как бы, держаться на расстоянии, вот, позволяя себе только вот такие сомнительные, как бы, на постоянной основе тревожные, неглубокие поверхностные отношения с мужчинами. Опять же, я вас не обвиняю, но просто, вот, как бы, вот, как, просто, ну, говорю. Вот. Вы же не случайно находитесь в длительных, сложных отношениях. А выбор, который вы даете своему мужчину, чем напоминает манипуляцию. Вот. То есть вы используете манипуляцию для того, чтобы человек принял решение, которое вы, вероятно, сами принять. Как-то, ну, или не хотите, или боитесь, вот, что-то такое. Что-то такое. Вот, тоже, модель поведения, которую вы, скорее всего, считали, как бы, уже у Ваймэтера, вот. Поэтому здесь нужно, вот, как-то вас разделить с вашими родителями, вот, смотреть, где ваша модель поведения, где модель поведения, сервер, 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 но не ваша, и дальше уже двигаться в сторону коррекции именно вашей собственной стратегии поведения, исходя из ваших сцений, сценностей. Вот. Опять же, смотрите, вы говорите, что ваш любимый мужчина, так вот, достаточно, достаточно закрытый, но при этом вы ему рассказали, и он прерывновал. То есть это тоже вот такая вот история больше про манипуляцию. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!